Центральный дом культуры железнодорожников уже 95 лет собирает на своих просторных площадках десятки творческих коллективов и сотни зрителей. Каждый из них и на сцене, и в зале чувствует себя в гостеприимном ЦДКЖ как дома, но сколько усилий требуется, чтобы создать эту уютную атмосферу. Идут, 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 и ветер пролетел. Казалось бы, у нас фасады так все легко, так здорово, так просто, а за фасадом скрывается большая кропотливая работа. Начинаем мы с того, что у нас звучит гимн Российской Федерации в сокращенной короткой версии. На экране триколор. Вот, в общем, здесь пока все верно. У нас дом, и все мы жители этого дома, и у нас такая большая творческая семья. Там есть какие-то пожелания по свету? Ну, как вам? У меня нет. Особо таких нет? То есть, главное, динамика? Да, да, да. Да, главная динамика. И не слепить детей. И не слепить детей, да. У нас проходит огромное количество мероприятий, в том числе и всероссийских, да, и там, московских больших, да, когда проходит День железнодорожника. Вот, то есть, нужно представлять достоинно. Еще раз аплодисменты, пожалуйста. Спасибо. А работа, она не должна быть халтурной, да, то есть, ну, на этой площадке это невозможно. То есть, мы это отслеживаем. Стулья готовы. Ну, собственно, уже как заказчик скажет, уже по факту ему поставим. Рояль не требуется, убрали. По аппаратуре порядок. Для того, чтобы получилось что-то интересное и творческое, должен быть создан некий организм. И в этом организме обязательно есть разные, так сказать, элементы, разные, ну, по аналогии, да, органы. И каждый орган отвечает за свою функцию. Вот так же в нашем отделе досуговой деятельности каждый сотрудник, он имеет свою сильную сторону, которая дополняет друг другу. В итоге получается, как бы, слаженная такая команда. Женя, у нас ведущий в этот раз будет проводником. Мне надо костюм подобрать. Я знаю, что ты это сильно любишь. Давай. Он просто твоего роста. А руки вперед вытянемые. Нет, снимаем это, да, это смешно. Мы выбираем тему, да, решаем, вокруг чего у нас это будет все строиться. Тему эту задаем коллективам. Вот. Ну и они, собственно, тоже начинают в этом направлении думать, размышлять, предлагать. И вот уже из этого огромного списка того, что они предлагают, мы уже начинаем смотреть, да, что мы возьмем в концерт, что подходит по тематике. На этом этапе, когда ты смотришь, то есть отбираешь номера для концерта, даже на этом этапе может зародиться совершенно что-то другое. То есть тебе нужно отсмотреть номера, осмотреть новый какой-то материал, которого, возможно, у них еще не было у коллективов. И на фоне этого может родиться вообще что-то третье. Естественно, мы же не можем этот тяп-ляп как-то сделать. У нас профессиональный подход. И хочется это сделать каждый раз по-новому. Понимаете, профессионализм, он заключается в том, что ты не берешь вот шаблон и делаешь всем одинаково, штампуешь, а хочется какую-то идею, изюминку. У нас уже как бы действительно какая-то даже своя публика, что ли, складывается именно на наших сборных концертов. То есть уже многие знают, что у нас не бывает такого, что вот просто номера за номерами, да, у нас всегда есть какая-то история в этом. Да, то есть есть какой-то сюжет, за которым интересно наблюдать. Все, кто работает в ЦДКЖ, все творческие. То есть эти все люди, собственно, и делают этот дом. И делают его настолько гостеприимным, каким он сейчас, собственно, и является. У него есть какая-то потрясающая такая аура, что ли, что-то такое энергетическое, что притягивает сюда. Эти стены как-то влекут, и люди, которые приходят сюда работать, то есть они влюбляются в этот дом. Возможно, это атмосфера, возможно, это эстетика, вот опять же такие архитектурные, интерьеров и мероприятий, которые здесь проводятся. То есть создается какая-то такая творческая, очень приятная аура, и люди влюбляются. Эстетика, это эстетика. Эстетика, это эстетика. Эстетика, это эстетика.